Доброе утро! Какой удивительный выдался в этом году День Победы! Праздник казался бесконечным. Из обязательной и ожидаемой программы Фильм «Офицеры», «Парад Победы», «Бессмертный полк», «Праздничный салют», «Гвоздики» и «Тюльпаны» для ветеранов Нескончаемый поток людей по центру Перми В глазах у многих слезы Может от ветра, а может от того, что совпало с трогательностью момента И значит, все было не зря Когда мы вместе празднуем, то весь народ как одна семья И как символ мирной жизни все в этот день прошло без происшествий Верю, и эта короткая рабочая неделя будет спокойной и успешной Для всех нас! Самые яркие моменты Парада Победы в Перми Цифры и эмоции Мечтать не вредно Грандиозные стройки, которые так и остались на бумаге От нуля до пяти звезд Все гостиницы и курорты разделят по уровню качества На всех не угодишь Как ведут себя пермики, если им предлагают скинуться на подарок? Драгоценные инвестиции Выгодно ли сейчас? Самый грандиозный в современной истории нашей страны Парад Победы Прогремел в Москве 16 тысяч участников Новейшая техника Сложнейшие элементы авиашоу И все это в честь 70-летия Победы В Великой Отечественной войне В Перми 9 мая Тоже было по-особенному празднично Только в шествии бессмертного полка Приняли участие более 30 тысяч человек Основные же торжества Традиционно начались С парада на Октябрьской площади Руслан Пепеляев, я знаю Больше всего хотел посмотреть На легендарный Т-34 Когда началась война Михаилу Захарову только-только исполнилось 17 лет Как и все, он рвался на фронт Призвали его в 43-м И по распределению отправили служить на Дальний Восток Эту медаль за отвагу он получил за освобождение Пхеньяна Там же, в столице Северной Кореи, встречал победу Участвовал в Северной Кореи Брали города Освобождали Корею Вот имеем медаль За освобождение Кореи Северной Кореи Северной Кореи мы не взяли Взяли мы Пхеньян Города брали Юти, Харко, Шейко, Сесин тут Бои были Некоторые брали А деревья ходом шли В день победы Михаил Захаров не смог остаться дома Парад это традиция, говорит ветеран И только здесь он встречает тех, с кем воевал Торжественное прохождение войск в этом году было особенно впечатляющим Приветствую героев войны По площади прошли офицеры и курсанты Пермского военного института Представители авиационной группы Главного управления МЧС Кадеты Пермского корпуса В этом году колонну боевой техники возглавил легендарный танк Т-34 Который принял участие в Великой Отечественной войне В составе 65-го гвардейского танкового полка За ним в составе колонны военной техники По площади прошли разведывательно-дозорная машина Бронетранспортеры и специальные автомобили 152-мм гаубица И реактивные системы залпового огня Град и Смерч А истребители базы Сокол МИГ-31 Пролетели прямо над площадью Пилот одного из самолетов поздравил ветеранов с Днем Победы С помощью прямого включения прямо из кабины С приветствием к ветеранам, пермикам, гостям города Обратились и власти Глава города Игорь Сапко пожелал, чтобы Небо над нашим городом и страной всегда было мирным Сегодня мы преклоняем головы Перед героями войны Жить, чтобы помнить И помнить, чтобы жить Низкий поклон вам, ветераны С Днем Победы Слава поколению победителей Колонна бессмертного полка в этом году казалась бесконечной С самого утра пермики собирались у кинотеатра «Октябрь» Тысячи людей с фотографиями героев В мероприятии также принял участие губернатор края Виктор Басаргин В этом году, в 70-летие Победы, бессмертный полк, наверное, самый многочисленный за все годы На центральных улицах Перми по предварительным подсчетам Более 15 тысяч человек с плакатами своих близких, родных и героев Колонна прошла по Комсомольскому проспекту Итоговая цифра участников шествия, по данным организаторов, составила 30 тысяч человек На эспланаде в это время начали работу интерактивные тематические площадки Внимание всех привлек музейный событийный комплекс далеко от войны, рядом с победой Иностранные делегации городов-побратимов Перми из Германии, Великобритании и Китая Также с интересом осмотрели экспозицию Мы по-настоящему гордимся теми отношениями, которые сегодня складываются между нашим городом и Циндао Это большое счастье для нас, по вашему превращению, на участие в этом большом мероприятии 70-летие окончания Второй мировой войны – великое событие Этот праздник важен не только для России, но и для всего мира Мы приносим соболезнования погибшим в войне Праздничные мероприятия прошли не только в центре, но и во всех районах города И так же, как на эспланаде, прозвучали песни военных лет И можно было отведать ароматной солдатской каши Руслан Пепеляев, Дмитрий Маклынин, телекомпания «Ветта» В годы войны наш край превратился в один большой госпиталь Под больницы отдавали школы, детские сады, спортивные залы Раненых привозили со всех фронтов Наши врачи поставили на ноги тысячи солдат Прикамцы как могли, помогали медикам, переносили раненых Работали санитарами, готовили еду Мемориал, посвященный воинской медицинской славе Как еще одно напоминание об общем подвиге Военные врачи и сестры города Молотов Во время Великой Отечественной подняли на ноги Более полумиллиона солдат и офицеров Роза Гавриловна в 41-м студентка первого курса Пермского медицинского института Совсем юная, она помогала раненым, разгружала эшелоны Поддерживала солдат как могла Сегодня на открытии мемориала воинской медицинской славы Роза Гавриловна со слезами на глазах Вспоминает о том времени Память об ушедшем Должна быть вечной Поэтому очень хорошая Задумка Это какая-то Знаете Оценка жизни тех людей Которые ушли На мраморных плитах выгравированы фамилии медицинских работников Тех, кто во время войны героически исполнял свой врачебный долг Открытие мемориала воинской медицинской славы состоялось накануне Дня Победы На мероприятии присутствовал губернатор Виктор Басаргин Сегодняшнее событие стоит в особом ряду Прежде всего Не так много мемориалов Которые посвящены воинской медицинской славе Наш мемориал уникален тем Что на пилонах занесены более 380 фамилий Тех, кто сочетал Казалось бы, несочетаемые Самую гуманную профессию С самой большой трагедией в жизни человечества Кто, как не медик, понимал Насколько велики ужасы войны Для студентов медицинского университета сегодня также особенный день Это гордость, потому что мы здесь учимся Мы хотим тоже стать врачами, тоже спасать людей Это очень важно для нас К работе над проектом были привлечены студенты Уральского филиала Российской академии живописи военней изотчества Молодые архитекторы и скульпторы трудились под началом своих учителей Мемориал станет значимым культурно-патриотическим центром Пермского края Наталья Попова, Дмитрий Маклыгин, целикомпания «Ветта» Главным символом победы россияне выбрали знамя и георгиевскую ленту Опрос общественного мнения провели накануне праздника Ну, конечно, символов у победы гораздо больше Для Перми одним из таких остается 122-мм пушка Ведь делали ее у нас на Матавельхинских заводах Теперь это памятник, который видно издалека Памятник 122-мм пушки А-19 Последний раз его реставрировали 5 лет назад К 65-летию победы в Великой Отечественной войне В этот раз инициатива пришла не от властей А от компании «Газпромбанк» и «Пермская площадка Сибура» Решили сделать подарок городу 9 мая И отреставрировали памятник пушке на улице Уральской «Одавая дань уважения ветеранам войны, Труженикам тыла, воинам, погибшим во время войны, Мы приняли решение участвовать в таком замечательном мероприятии, Как реставрация монумента для памятника, Установленного при езде в Матавельху» Место, где разместили картину, посвященную 70-летию победы В Великой Отечественной войне, выбрано не случайно Пушка установлена на возвышенности, которую видно со всей северной дамбы Реставрация продолжалась месяц, сначала проводилась очистка стен, Далее покраска В праздничном оформлении постамента приняло участие более 50 человек Сотрудники «Газпромбанка» и «Сибура» вместе со своими детьми Чтобы картина получилась качественной, Участникам помогали профессиональные альпинисты-художники Такие мероприятия нужны, во-первых, для того, чтобы мы помнили все о той Великой Победе, которая была Мы должны рассказывать нашим детям об этом знаменательном событии Сложно переоценить значимость Дня Победы, заслуги ветеранов и героический вклад в наше мирное время Мы, как молодежное движение, должны сохранить знания и память о событиях Великой Отечественной войны 122-мм пушки А-19 собирали у нас в Перми всю войну Орудие имеет богатую военную историю и для своего времени вполне современное Удачно сочетающее высокую огневую мощь и неприхотливость в эксплуатации Ствол этой пушки направлен на запад, туда, откуда в нашу страну пришла беда Именно из таких орудий 20 апреля 1945 года был сделан первый выстрел по Берлину Пермь не единственный город, где установлен памятник 122-мм пушки Воркута, Оренбург, Соликамск, Гагарин Но пермский экспонат теперь будет значительно превосходить своих военных собратьев в красоте и необычности Руслан Пепеляев, Семен Сеснин, Аман Ворончихин, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта» Сплав мощи, величия и уважения к предкам Так говорят о другом мемориале, пожалуй, самым известном в Перми Героям фронта и тыла Каждый год накануне 9 мая сюда несут цветы, символ красоты и жизни Полмиллиона жителей Перми и Прикамья ушли на фронт Сотни тысяч трудились в цехах, делая все, чтобы весна 45-го стала победной Почтить память героев в День Великой Победы пришло около 200 человек Ветераны, представители городской власти, общественных объединений, курсанты и школьники В церемонии возложения также приняли участие губернатор края Виктор Басаргин и глава города Игорь Сапко Вот уже 30 лет со дня основания памятника в День Великой Победы Пермики приносят цветы к монументу героям фронта и тыла Во время церемонии была заложена капсула времени потомкам в 2045 год На столетие Победы в Великой Отечественной войне Всего в Перми должно пройти более 300 мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне К празднованию самого главного праздника, 9 мая, уже все готово Мероприятие начнется в 10 утра на Октябрьской площади В 11 вечера состоится праздничный салют с музыкальным сопровождением И световым шоу от бывшей военной части «Красные казармы» Нам не надо ничего изобретать, придумывать героев У нас есть такие истории, рядом с которыми ни один Брэд Питт рядом не стоял Надо просто не стесняясь говорить правду и нас услышат Екатерине Федоровне было 10 лет, когда началась война 4 года она провела в концлагерях в Германии Вспоминать это тяжело, но того солдата, который освободил их 12 января 1945 года Никогда не забудет Его звали Черняковский Иван Антонович Мы все сидели в бараке, там все сидели в бараке И слышим, собаки идут, с собаками немцы Вот такой лай страшный, ну мы думали, что нас сейчас на куски порвают А наш барак, как бы от их дороги остался немножко в стороне И они прошли мимо, и все затихло Потом тишина, и перед нашим бараком вот проволока была И перед этой проволокой мы видим вот какие-то черные точки А это, кажется, наши солдаты были Они как поднялись, как закричали «Ура!» 70 лет назад наша страна выстояла в борьбе за светлое мирное будущее В честь этого праздника впервые в Перми проводится торжественное собрание общественности Ветераны Великой Отечественной войны и участники других боевых действий Политики, военные, представители предприятий и духовенства Присутствовали на торжественном празднике Все достижения послевоенного периода и успехи сегодняшней России Берут начало 9 мая 1945 года Без этого дня просто не было бы дня сегодняшнего Не только 9 мая, но и каждый день мы помним, какой ценой далась победа в Великой Отечественной войне Глава города Игорь Сапко в своем докладе поделился размышлениями о современном восприятии Великой Отечественной войны Совсем не случайно из более чем 350 мероприятий годовой городской программы празднования 70-летия Великой Победы 150 проводятся непосредственно в образовательных учреждениях краевой столицы Именно с детского сада, со школьной скамьи должны начинать путь к пониманию величия и цены общенародного подвига советских людей в годы войны В этом году праздничное мероприятие по случаю празднования Дня Победы в Перми посетил генконсул Германии в Екатеринбурге Я очень благодарен Пермскому краю, городу Перми и всей общественности города, что я сегодня здесь нахожусь Это мероприятие торжественное, произвело на меня большое впечатление Мы, немцы, конечно, знаем, что это значимая дата, о которой нельзя забыть Все гостиницы, пляжи и горнолыжные трассы в нашей стране получат свои знаки качества Конечно, они и сейчас есть, но получают их на добровольной основе и то немногие Мы узнали, насколько трудно будет теперь дотянуться до звезды Система классификации в России действует с 2003 года, но дело это было добровольное Теперь же при Министерстве культуры создается совет по классификации Который будет утверждать типовую форму свидетельства и знака о присвоении соответствующей категории Все туристские объекты оцениваются по нескольким направлениям Общее состояние, уровень сервиса, техническое оснащение, предоставление дополнительных услуг, качество и уровень персонала К классификации гостиниц предусмотрены шесть категорий, от пяти звезд до без звезд Эта новая категория дает возможность пройти классификацию даже хостелам Им поддержка сейчас нужна не меньше, чем отелям Многие люди, когда узнают, что я работаю в хостеле, переспрашивают в хосписе То есть, ну, не самое приятное на самом деле Плюсом, ну, не так много каналов на данный момент пока что у нас, которые мы прорабатываем по европейцам Туристов поток у нас идет в большую часть в отеле, либо наш город проезжают Требования для каждой звездной категории откорректированы Введены специальные требования для апарт-отелей Гостиниц, расположенных в исторических поселениях и объектах культурного наследия Курортной гостиницы малых отелей Гостям, приезжающим в Пермский край, будет проще ориентироваться при выборе гостиницы В последнее время преимущественно, конечно, больше деловых туристов Нежели туристов, которые приезжают с целью экскурсии и посещения культурных проектов Я выскажу только свое личное мнение, что внутренний туризм, конечно, он у нас еще на стадии развития Хотя возможности у Пермского края очень колоссальные У горнолыжных трасс другие категории Зеленая для начинающих Синяя низкого уровня сложности Красная среднего Черная высокого уровня сложности Классификация пляжей осуществляется по категориям Первая, высшая, вторая и третья Информация о соответствующей категории пляжа доводится до потребителей путем вывешивания флага Синий флаг для пляжа первой категории Зеленый флаг для пляжа второй категории Желтый флаг для пляжа третьей категории Любимым чтением россиян, согласно опросу в ЦИОМа, остаются приключенческие романы, классика и женский детектив Ни первого, ни второго, ни третьего с утра вам предложить не можем Но о чем писала пресса в выходные, сейчас расскажем Налог на интернет приведет к закрытию 80% кинотеатров, читаем в известиях В случае введения так называемого налога на интернет ожидается, что в течение трех месяцев закроется около 80% кинотеатров в стране Об этом говорится в заключении рабочей группы связи информационной технологии экспертного совета при правительстве России По словам экспертов, согласно законопроекту, управление правами на все произведения в сети по умолчанию переходит к уполномоченной правительством организации Если кто-либо захочет сам распоряжаться своим произведением, то должен уведомить об этом Причем процесс этот займет минимум месяц В результате, на следующий же день после начала проката в кинотеатрах, пиратская копия фильма окажется в интернете Где она, благодаря глобальной лицензии, чудесным образом станет полностью легальной Незарегистрированных безработных лишат полиса ОМС Депутаты нашли способ борьбы с теневой занятостью, пишет коммерсант Работников, не оформивших трудовой договор, получающих зарплату в конвертах и, соответственно, не отчисляющих страховые взносы на медицину Депутаты Госдумы хотят лишить полиса обязательного медицинского страхования Соответствующий законопроект внесен в Госдуму депутатам от Единой России В Минздраве корреспонденту издания заявили, что при возможном рассмотрении этой инициативы Будут исходить из верховенства статьи 41 Конституции России Гарантирующие каждому гражданину право на медицинскую помощь, оказываемую бесплатно в госучреждениях Теплая весна 2015-го Более двух тысяч заключенных уже освободились по амнистии к 70-летию победы, сообщает Российская газета По данным Федеральной службы исполнения наказаний на свободу по амнистии вышли более двух тысяч человек Если быть точным, то из учреждений уголовно-исполнительной системы освобождены 2236 человек Амнистия идет Заключенные освобождаются каждый день, заявляет руководство ФСИН Амнистия будет проходить в течение полугода с момента объявления За это время планируется освободить до 60 тысяч человек, находящихся в местах лишения свободы И до 200 тысяч условно осужденных Как и на что тратят деньги российские автомобилисты, выяснила комсомольская правда Водители в России, хоть и затянув пояс потуже, но продолжают тратить на ласточек, железных коней и все такое прочее Так, согласно данным аналитического агентства Автостад, за прошлый год на новые легковые автомобили россияне потратили почти 2,5 триллиона рублей, а на машины БУ с пробегами того больше 3 с лишним триллиона рублей Отдельной графой стоит добавить траты на покупку каска, тоже немаленькая сумма В общем, на страховку по всем типам транспортных средств автовладельцы раскошелились на 220 миллиардов рублей На покупку ОСАГО ушло немного меньше, 150 миллиардов рублей Автостад подводит итоги, подсчитывая также и то, сколько всего машин насчитывается в российском автопарке Итак, на начало этого года в стране насчитывалось 40 миллионов легковых автомобилей То есть на каждую тысячу жителей приходится 284 легковых авто, пишет автор статьи Олег Колесов Искусство спора требует практики К любому обсуждению стоит готовиться, тем более, когда споры корпоративные и касаются больших сумм В этом деле без арбитра не обойтись, чтобы все было по закону Несмотря на стереотип об исключительной подведомственности корпоративных споров арбитражным судам В силу действующего законодательства они могут быть рассмотрены в постоянно действующих третейских судах Положения арбитражно-процессуального кодекса не предусматривают их исключительную подведомственность арбитражным государственным судам Рассмотрение таких споров в третейских судах является альтернативным способом разрешения корпоративных споров В третейском суде Пермского края имеют опыт рассмотрения корпоративных споров Чаще это споры связаны с спором между участниками общества с ограниченной ответственностью С наиболее развитой и распространенной организационной правилой формы коммерческой организации При этом не исключены споры, которые могут рассматриваться в третейском суде и споры между акционерами Федорис Нигматуллин рекомендует всегда включать третейское соглашение в основной документ общества – устав Это дает возможность отразить волю участников и самого общества по возможности рассмотрения корпоративных споров именно в рамках третейского разбирательства Не исключены и традиционные способы заключения отдельного третейского соглашения в виде оговорки в договоре, к примеру, об учреждении общества с ограниченной ответственностью А также в протоколе общего собрания участников и акционеров и иных формах, предусматривающих письменную форму фиксации воли сторон Говоря о преимуществах рассмотрения корпоративных споров в рамках третейского разбирательства председатель Третьейского суда Пермского края прежде всего упоминает компетентность арбитров. Корпоративные споры – одна из самых сложных категорий, требуют детального анализа всех сторон правоотношений, детального разбора предмета спора и анализа представленных доказательств. Безусловно, наличие огромного количества дел в государственных судах не дает возможности суде арбитражного суда, к примеру, полноценно и всесторонне оценить все необходимые обстоятельства. Арбитры, судьи Третьейского суда Пермского края имеют, так скажем, разносторонний опыт именно в этой сфере как практикующий юрист, даже не как судьи. К примеру, многие из них являются руководителями крупных проектов, в рамках которых они являются именно стороной аналогичных правоотношений, по которым возникают споры. Они ближе к существу спора. В рамках споров данной категории его участники, особенно представители крупных корпораций, зачастую не заинтересованы в распространении информации о существующем конфликте. Третьейское разбирательство дает возможность реализовать в рамках разрешения корпоративных споров принцип конфиденциальности. Защита такой информации обеспечивается за счет гарантий, предусмотренных федеральным законом о Третьейских судах. В Третьейском суде Пермского края имеют опыт рассмотрения корпоративных споров и с участием иностранных элементов, выходящие за пределы национальной юрисдикции. Более того, по словам Федериса Нигматулина, такая форма разрешения спора дает возможность исключения финансовых рисков, ведь зачастую конфликт приводит к стагнации в рамках хозяйственной деятельности общества. Оперативное разрешение спора в Третьейском суде Пермского края, решение которого является окончательным для сторон, дает возможность эффективно разрешить и квалифицированно подойти к разрешению спора, при этом имея уже на руках решение окончательное, которое о спаре не подлежит. При таком подходе это полезно как самому обществу, так и экономике в целом. Говоря о последующей процедуре, к примеру, принудительного исполнения решения Третьейского суда Пермского края, его председатель настаивает. Она является более эффективной, нежели в случае арбитражной юрисдикции государственных судов, когда суд первой инстанции, рассмотрев дело по существу, выносит решение, за которым следует апелляционная инстанция, касаться и так далее. У Третьейского суда Пермского края отсутствует вышестоящая инстанция. Единственный нюанс заключается в процедуре выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третьейского суда. Это формальная процедура, предусмотренная арбитражно-процессуальным кодексом. Давно уже доказано, что умение выбирать и дарить подарки – это целая наука, которой непременно нужно учиться. Ну, может, я слегка изогнула, но когда компания решает скинуться общему знакомому на подарок, начинаются споры. Мы решили выяснить, как ведут себя пермики в такой ситуации – отстаивают свое мнение или подчиняются общему желанию. И вот, что люди говорят. Партнер проекта «Магазин Сундучок». Сувениры, подарки и народные промыслы. Скорее всего, это будет какой-то компромисс, чтобы нравилось и мне, и моим друзьям. Смотря на то, что друзья мои выберут, если меня устроят, конечно, поддержу их. Если будут какие-то другие варианты, предложу. Думаю, можно всегда найти общий выбор. Смотря на то, насколько важен подарок, потому что друзьям тоже иногда нужно уступать. Я могу предложить, допустим, что нравится мне, чтобы я подарила, но настаивать не буду, потому что у всех вкусы разные. Я, как большинство, ну, выскажу свою точку зрения обязательно. Если у меня не хватает денег на подарок, который дарят мои друзья, то я выберу такой, который понравится имениннику. Но если остальные будут против такого подарка, увы, это их проблемы. Каждый человек должен оставить свое мнение для себя, во всяком случае. Бриллианты не только лучшие друзья девушек, но и, казалось бы, еще беспроигрышный вариант в качестве подарка. Но сегодня так много подделок, что в ювелирный магазин нужно идти с экспертом. Надя Емельянова уверена, разделит со мной это мнение. Правила денег. Партнер рубрики «Правила денег» компания «Телетрейд». Эксперт на финансовом рынке. Добрый день. Ювелирные украшения могут быть неплохой инвестицией, если они высокого качества. Приобрести подлинные ценности непросто, особенно сегодня. Но есть хорошие новости. В мае гильдия ювелиров России примет хартию, по которой все ее участники, производители украшений, должны будут указывать, какие камни они используют, природные, либо искусственно выращенные в лаборатории. Это правило установлено поправками к закону о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Недавно их приняли депутаты Госдумы. До сих пор в российском законодательстве не было понятия синтетические камни. Предполагается, что хартию подпишут все крупнейшие производители ювелирных изделий в России. Около 90 участников отрасли. Но эксперты не уверены, что все будут выполнять новые условия. Штрафы за нарушение правил торговли ювелирными изделиями от 10 до 30 тысяч рублей. По сравнению с выгодой от продаж синтетики под видом настоящих камней, эти санкции несущественны. Эксперты говорят, что сегодня синтетику все чаще выдают за природные кристаллы не только на прилавках ювелирных магазинов, но даже в боксах с бриллиантами на алмазных биржах. Дело в том, что небольшие бриллианты не подлежат обязательной сертификации, и их не проверяют поштучно. Это были правила денег. Альтернативу антибиотикам удалось придумать ученым. Суть метода состоит в том, чтобы заставить на полную мощность работать иммунную систему. Но, впрочем, рассчитывать только лишь на чудо медицины не стоит. Укрепить иммунитет помогут привычные всем куриные яйца. Здесь буквально кладезь витаминов и минералов для нашего здоровья. Сидячий образ жизни – бич современного общества. Сидим в машине за рулем, на работе за столом и дома снова к компьютеру. Говорят, от этого напрягаются глаза. Отчасти – да, но в первую очередь страдает спина, ее поясничный отдел. Сегодня расскажу, как разгрузить его. Здоровье для... Минимум 6 часов в день в одной и той уже скрюченной позе. Это не мои домыслы, это статистика. С техникой безопасности на рабочем месте знакомят всех. А вот правильной посадкой на рабочем месте похвастаться могут единицы. Отсюда и постоянные боли в спине. И в пояснице в частности. Однако есть несколько упражнений, способных снять нагрузку с поясничной зоны. Самое простое и легкое – это даже не упражнение, но знакомое оно каждому. Потянуться вверх, стоя, вот так, руками туда и на вдохе попытаться растянуть позвонки. Необходимо сделать 2-3 таких вдоха. Это будет неплохой разминкой. Заставит кровь циркулировать. Потом можно переходить к следующему упражнению. Надо сесть на край стула, вот так, и поочередно попытаться взять себя за носок. Ну или просто попытаться потянуться к нему. Сначала к правой ноге, вот так. Потом к левому. Повторите процедуру три раза для каждой ноги. Можно задерживать дыхание, делать на выдохе или вдохе. И в заключении третье упражнение. Сидя за столом, надо прогнуться в пояснице и постараться отвести плечи максимально назад. 5-6 раз. В завершении можно просто немного походить. Перерыва ради и здоровья для. Одним местом для прогулок в Перми могло быть больше. Но, как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Какие прожекты строили пермики в конце 50-х годов прошлого столетия, узнаем из легенд нашего города. Партнер рубрики «Шоу Гиппопотамус» в Пермском цирке с 18 апреля. В нашем городе немало прекрасных мест для встреч и прогулок. Всеми любимый парк в центре Перми, некогда носивший название «Загородный». А райский сад в Мотовилихе, который совсем недавно преобразился и вновь стал оправдывать дореволюционное название. Но многие бы хотели, чтобы уютных зеленых уголков стало еще больше. Мечтали об этом наши дедушки и бабушки. Итак, перенесемся на 6,5 десятилетий назад. Генеральным планом развития Перми предполагается строительство огромного центрального парка культуры и отдыха. Под него хотят выделить гигантский лесной массив площадью целых 700 гектаров. Западной границей парка определена река Мулянка. При этом предполагалось, после заполнения Воткинского водохранилища камара зальется. Берега отступят на 100-150 метров. Появятся идеальные места для пляжей. Но мало этого, в центральной части парка образуется и пруд, к которому будут вести каналы. По ним на лодках будут кататься отдыхающие, трудящиеся. Но и это еще не все. В парке появится центральный стадион, спортивный городок. Продолжим. Здесь будет летний сад, ресторан, кафе, мелкие торговые точки. Вот такой размах. Так и вспоминаются строки Маяковского. Я планов наших люблю громадья. Как могли бы выделить окраина Перми, скажем, по соседству с верхними мулами? Но не сбылось. Похоже, промахнулись. Ошиблись в расчетах заполнения Воткинского водохранилища. Но главное даже не в этом. Пятилетний план не выполняется. Хрущев объявляет семилетку. Но проблем в экономике от этого меньше не становится. Многие планы строительства, объектов культурного и культурно-бытового назначения, что говорится, ложатся под сукно. К слову, все повторилось в брежневские времена. Тогда по всей стране законсервировали немало строек. В Перми остановились сооружения здания драматического театра. И лишь смелость и инициатива тогдашнего первого секретаря Абкума партии Бориса Коноплева позволила завершить строительство. А возвращаясь к планам строительства центрального парка, согласитесь, жаль, что не воплотились в жизнь. Можно не сомневаться, это место стало бы любимым для множества Пермяков. Никита Чернов, Роман Вельничук или компания Ветта. Ну вот он, самый важный момент дня. Переход из режима отдых в состоянии работы. Вспоминаем почти волшебные слова. Надо и вперед. Выходные пролетели, как один день. Мы поздравляли, нас поздравляли. Мы в гостях, гости у нас. Ближайший праздник ровно через месяц, 12 июня. Есть чего ждать. Сегодня, думаю, не стоит пытаться конкурировать с Наполеоном, даже если за время праздников был составлен четкий план ближайших карьерных побед. Хорошего дня. И пусть сегодня он состоит из маленьких, но все-таки побед. Сегодня в Перми днем плюс 15-17 градусов. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление в норме. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова